Все, запись пошла. Добрый вечер, Хасай Алиев, вот сегодня такой прекрасный день, у нас такой снежный снег пошел. Слушай, а почему у нас все время совпадает цвет одежды, я не понимаю? Это вибрация лучше. Ну обычно совпадает, но не всегда прямо стопроцентно, но обычно совпадает. Ну-ну, давай. Какой вопрос? Вот, начнем с картины у вас красивой. А, ну это я специально поставил, мы же договорились изначально. Ты сам сказал, ставьте пожалуйста картины свои такие вот интересные. Это у меня одна из старых картины, очень хорошая на мой взгляд. Маслом она называется старинный сеанс гипноза. Видишь? Да, 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 да. А он там молодой юноша, она ему там что-то говорит, это условно-условно старинный сеанс гипноза. На самом деле вот так же и успокаивают человека, и что-то говорят, и поглаживают, и человек успокаивается. А потом она ему что-то нашепчет, а потом он без нее и жить не сможет, это я хочу. Ну так оно и происходит в жизни. Да, вот смотри, старинный сеанс гипнозом называется. А смотри, на голове у него как вселенная такая. Но я люблю так картины делать, когда там все, вселенная, конкретности нет такой, вечный смысл. Да, ну давай вопрос еще. Так, какой вопрос? Первый вопрос. Что у нас значок на пиджаке? А, это значок? Да. А, это же иммаж значок. Институт машиноведения, Академия наук России. Я же там работал ведущим научным сотрудником в Институте машиноведения Академии наук некоторых. Да, 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 и поэтому у меня этот значок, да, очень такой симпатичный. Так, а потом, какой я хотел еще задать из вопросов, вот кто вот сегодня у нас не применяет ключ, ключ, а какой можно сегодня дать для новеньких, для того, чтобы, ну, какую-то первую помощь себе. Что дать? Что именно дать? Давайте при сердечном доставке. Для тех, кто включающих пока не знает, что ты имеешь в виду, первую помощь, а при каком состоянии? Давайте при сердечном состоянии. А, ну, вообще-то врач нужен на самом деле. Ну, если нету врача рядом, и если нету, непонятно, чем заняться в этот момент, чем себе помочь, нет приказства, нет ничего. Ну, например, точка на игуань. Здесь точка на игуань, да, смотри. Берешь, кладешь, два пальца поперечных, вот так вот, видишь? Вот здесь пояс, пояс розетой называют, ну, пояс, вот, спадочка такая, да? Да, левая рука. И там, где часы, часы, где человек носит ремешок, вот. И берешь свои собственные два поперечных пальца, вот так. Ага. И кладешь вот так вот. То есть не чужими пальцами мерит, а человек своими пальцами мерит. Да, 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 два поперечных пальца, и в середине вот здесь, в середине вот здесь, здесь проходит мерит. Вот так вот, от этой линии, кладешь на нее два поперечных пальца, вот здесь вот в середине находится точка на игуань. Угу. И вот эту точку начинаешь разминать. И отсюда, отсюда, иногда прямо вот такие искры током, по нерву, по нерву, прямо вот когда делаешь, найдешь эту точечку, прямо, ну, как бывает, по нерву ток идет. Здесь иногда бывает, по нерву ток идет. А здесь немножко другой ток, но по нерву, да. Но до такой степени не надо, чтобы прямо больно было. А вот так ходишь по комнате или сидишь, и ты ее разминаешь. Разминаешь, разминаешь, не имеет значения в какую сторону вращаешь пальцем, но ты разминаешь. Ну, устал, перестал, потом опять разминаешь. Ну, хотя бы одну-полторы минуты ты разминаешь, и снимается спазм сердца, спазм, вот этот мышечный спазм, вот эта стенокардия, приступ стенокардии, и человек успокаивается. Потому что включается еще внутренняя аптека, эндорфины пошли в курорт, эндорфины. В клетках мозга больше кислорода пошло, и человек успокаивается. Вот эта точка, ней гуань, ней гуань, потому что на противоположной стороне, вот здесь, вот здесь, вай гуань, вот здесь вай гуань, вот она, ямочка. Вот если так провести пальцем, раз попадаешь в ямочку, вот прямо напротив нее, ней гуань. На левой руке, раз приступчивается, на левой руке, подделано так, да? Да. Ну, еще добавил хэгу. Сверху положил. Это сверху, да? Да, сверху, вот так сверху положил. Я делал это как раз. И разминаешь, там как раз нерв проходит, и прямо ломотка. А сколько минут надо хотя бы делать? Хотя бы одну минуту, это точки скорой помощи, самопомощи. Вот придешь в самолете, например, и у тебя сердце схватило, что делать? Ты раз, сразу сюда, и начинаешь разминать. Ага. Разминать. Иногда вот так вот у меня было, было иногда несколько раз в жизни, когда я был совсем молодой, и мне в гостинице в 30 ночи так схватило. А никого нету, ни дежурного, никого, и один номер, и мне так схватило. Но я уже знал эти точки тогда, я же всю жизнь занимался иглотерапией. Я взял вот так себе, и так раз, 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 вот прямо вот так вот, прямо вот так, как отбойный молоток. И отпустил. Понимаешь, это серьезные вещи. Да. Иглотерапия вообще-то, ну за ней стоят несколько тысяч лет, это же проверено на миллионах людей. Ну вот эта точка, и вот эта хайгу точка. Ну ладно, ладно, давай еще. Ну конечно пусть не забывают уши размять, потому что когда уши разминают, то после этого всегда легче бывает. И тревога уменьшается, потому что кровооснабжение может уменьшается. Ну это в следующем ролике мы расскажем об этом. Хорошо, хорошо. Да. И давайте еще, да какой вопрос по поводу этого, так как у меня план тоже стоит, стать обеспеченным, вот. А вот по поводу футболок, помнишь, мы общались? Подожди, я же не занимаюсь бизнесом, ты чего? Я не понимаю, при чем тут футболки, еще раз скажи. Ты мне как-то говорил, но я не помню уже. Да, именно вот ваша, которая картина есть, вот примерно, вот все, кого Васе понравилось, ваша картина. То есть ты хочешь сказать, что ты хочешь сделать из них футболки, что ли? Да. Ну делай, пожалуйста, не я же бизнесмен, ты бизнесмен. Да. Делай, я тебе отберу специально несколько картин. По твоему вкусу, слушай, это будет так интересно. Ты мне потом самому-то подаришь футболку с моей картиной. Сам первый, да. Это будет обалденно, потому что я на самом деле представил себе, как идут люди по улице, да. Особенно вот весна скоро, все равно будет весна после чего-то. Конечно, конечно. Да, весна, и вот они идут, а у меня такие шикарные картины есть. А там вдруг моя картина, художественное произведение. Художественное произведение такого мастера, да на мальке, елки-пады. А еще чашка. Мне это чтит, давай. И на чашке. Значит, вот тогда, может быть, наша школа хомофутурсы продвинется, нет? Она так и так продвигается. А там все будут спрашивать, а что это у девушки малька такая? Какая-то картина необыкновенная, завораживающая. А подружка скажет, да, это же картины автора метода. А что за метод? Они скажут, да, вы школу хомофутурс не знаете. А что за школа хомофутурс? Она скажет, да, вы не знаете, что такое хомофутурс? Это, кстати, не ловко. Она сразу начнет искать на компьютере, понимаете? Да. Я шучу. Но на самом деле это интересная затея. Я, пожалуйста, мне не жалко. Давай. Ежедневненьким можно. Мне даже вот, я сейчас расскажу одну вещь тоже. Помните, раньше было уже, вот эти открытки очень много, продавали в стопках. Как же можно и ваши стопки прям в картины продавать? Ты делай из моего искусства что хочешь. Только ты всегда со мной согласовывай, пожалуйста. Да. Я с радостью. Хорошо, хорошо, ладно. Вот так. Давай, мы обещали короткие видео делать, поэтому я тебе очень благодарен за вопросы неожиданные такие. На самом деле, а значок мне самому нравится. История машиноведения – это очень мощнейший институт. Да. Я горжусь, что я там работал ведущим научным сотрудником. Да, 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 да. Вот так вот. И там у меня еще друзья остались, и профессор Павилов, и профессор Петухов, благодаря которым я там работал. Я работал и сотрудничал с этим институтом 30 лет. И дружил я, дружил с академиком, который был Константин Васильевич, который был директором, таким классным директором этого института. Сейчас его нету. Он недавно справляли годовщину смерти величайшего академика работного, который очень много лет назад умер. А я его тоже лично знал. Я ему, кстати говоря, иглотерапию делал. И когда я ему делал иглотерапию, я его спросил, а что вам ближе? По миру ощущениям. А он мне сказал... А он механик, механик. Он был отец русской и советской механики. А он мне тогда сказал, а мне ближе по миру ощущениям сыпучесть, тягучесть. И поэтому он был академиком, механики. Ты понимаешь? Это его вот модальность, восприимчивость, именно размечать в природе именно вот это, тягучесть, сыпучесть. Это же его талант был от природы. Это его избирательность, это его модальность. И поэтому он и был академиком в этой области. Ты понимаешь, в чем дело? Понятно. Это я для всех говорю. Для всех участников школы хомофатурс. У вас тоже есть какие-то особенности. Кто-то звуки, у кого-то слух прекрасный, у кого-то ощущения кинестетические, у кого-то ощущения даже температурные. Он куда ни зайдет, он всегда чувствует, какая температура. И это можно сделать источником своего творчества. И как и ты, как и ты делаешь, чтобы зарабатывать деньги. Ты молодец. Мы в следующий раз еще поговорим, как из собственных талантов и из собственного мироощущения зарабатывать тебе на жизнь. Давай. Спасибо. Спасибо. До встречи. Давай.